У ребенка резко поднялась температура до 40, с чем может быть связано? 4 года ему, у вас что-то резко случилось в душе, воспалилось и прошло. Температура это исцеление, всегда. У детей и у взрослых, радуйтесь. То, что человек может умереть от такой температуры, фигня. Она должна быть более 50, чтобы умереть. Но организм такого себя не доведет. Он спасает себя, любой болезнью он себя спасает, запомните. Привет, просветители. Сразу же попрошу вас, думали поставить лайк? Это, конечно же, хорошо, но нет, не то, чтобы я был против. Надеть шапочку из фольги, потому что сегодня она вам точно пригодится. Инфа просто сотка. Ведь мы отправляемся в мутные воды интернет врачей, психологов, целителей, историков. Да, в этом ролике кавычки нам однозначно понадобятся. Приготовьтесь, бреда и кринжатины будет много. Очень много. Подготовка к этому ролику заставила меня прийти к одному неутешительному выводу. Ученые всегда будут проигрывать мракобесам из интернетика. Всегда. Потому что настоящий специалист ограничен. Во-первых, научными данными. А супер-бупер-блогерша с миллионом подписчиков может нести и любую ересь, которая ей воображение подскажет. А вот с воображением у этих ребят все в порядке, тут не поспоришь. Лучше только с достатком. У ребенка начал косить глаз. Шесть лет ему. Как раз сейчас работаем с девушкой на похожую тему. Дочка родилась и глазик не смотрит вправо. Раскопали то, что она во время беременности пережила на работе конфликт. После чего не могла смотреть в сторону источника конфликта и даже обходила его стороной. Он был справа от нее. Дочь взяла ее эмоциональную проблему как свою физическую. По этой аналогии вспомните свою беременность. Куда косит глазик? Например, влево? Возможно, боитесь измены мужа. Во-вторых, человек науки понимает, что он не знает ответа на все вопросы. Это вообще особенность умного человека. А вот Катя, Мани, Васи, собирающие денежки со своей глупой аудитории, знают все. Реально все. Болит долго ребро слева на уровне сердца. Конфликт, что-то не так. Будто я чувствую себя меньше мужчиной, когда проявляю сердечность, мягкость. Будто я не могу защитить семью. Ну и я бы рассмотрела еще чувство вины. А я бы рассмотрел поход к врачу. Но зачем меня слушать? Для любой болезни у них есть лекарства. Каждая проблема тут же найдет решение. Тут же. Стоит только на их марафон записаться. Начался психологический запор у ребенка двух лет. Как избавиться? В твоей жизни есть что-то какое-то, которое удерживаешь. Пришло время отпустить. Расскажи это ребенку, когда уснет. Проговори, что помогать тебе не нужно. Ты справишься с этим сама. Представим будущее, в котором нет ютуба. Куда отправятся блогеры? Не знаю. Ну а я, скорее всего, стану репетитором. Нет, расклеивать объявления в подъезде не буду. У меня клея нет. Все намного проще. Просто скачиваю приложение профи. Прохожу регистрацию. В своей анкете можно указать образование, опыт работы, адреса, где вам удобно принимать клиентов. Это как настоящий сайт-визитка. Здесь можно публиковать расценки, собирать отзывы. Иванов, мне больше записка с благодарностями от мамы не нужна. Я теперь на профи. Все слова восхищения туда. Все заказы удобно собраны на одной вкладке. Выбираешь только те, которые подходят тебе территориально и финансово. Сделать из ребенка гения? Мимо. Подготовить к ЕГЭ? Другой разговор. Обсуждаешь с клиентом условия, выполняешь заявку, получаешь оплату. Все предельно просто. Зарабатывай на том, что умеешь. Ковид буквально за несколько месяцев изменил наш мир до неузнаваемости. Ученые, врачи, что-то там копошатся. Вакцины, исследования. Зачем? У нас свой российский, практически левша. Любой коронавирус подковать успеет. Буквально за пару дней. И по очень демократичной цене. Опыт прошедшего года показал, что изоляция на карантине, соблюдение масочного режима и дистанцирование не повышает иммунитет. Наша команда готова сразиться с врагом и встать на страже вашего здоровья. Для этого мы подготовили мощную программу сеансов оздоровления по усовершенствованной тибетской технологии. Ну если по тибетской технологии и, самое главное, работой даже через других людей... Добрый день. Я обратилась к Дмитрию за помощью, когда мой папа оказался в больнице с диагнозом вирусной пневмонии с большим процентом поражения легких. Мы провели три сеанса. Первый проходил через меня, последующие два через мою свекровь. Легкие стали очищаться. Через несколько дней папу перевели из реанимации в палату и постепенно стало происходить улучшение его состояния. Я бесконечно благодарна Дмитрию за его работу. Сердечно благодарю и всех людей, которые помогали и поддерживали нас во время сеансов. Правильно, зачем врачей благодарить? Тут сеансы через свекровь, путь к исцелению указали. Вы думаете, вы почему выздоровели? Друзья, вы же наверняка чем-то за последние несколько лет болели. Это просто я книги, игры, на заднем фоне в каждом ролике меняю и посылаю вам через экран положительные флюиды. Ваш недельная доза позитива. Связь приблизительно такая же. Подскажите, пожалуйста, муж в тяжелом состоянии, ковид в реанимации, под кислородом, но в сознании. Он без связи совсем. Я могу с вашей помощью его вылечить? Уже так хочется верить. Да, можем. Ну раз через свекровь спасти смогли, то через жену, естественно. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, возможно вылечить аденоиду ребенку через маму? Да, возможно. Главное, марафон купите. Лежу с ковид в стационаре. Не могу вылечиться. Организм не отвечает на антибиотик и на гормональные препараты. В субботу и воскресенье будут сеансы антиковид. Приходите. Еженедельно я провожу двухдневные марафоны антиковид. На них очень эффективно вылечивается этот вирус и многие другие заболевания. Видите, как круто. Записался на антиковид, а параллельно и другие болячки ушли. Где вы в официальной медицине такое видели? Работает с тонкими структурами и разумом болезней. Звучит серьезно. Ну раз разумом. У меня получается очень быстро вылечивать это заболевание. Вирусы вообще легко поддаются моему методу лечения. И коронавирус не исключение. Друзья, Раевского в министры. Да че в министры? В президенты мира. У него вон все вирусы легко поддаются его методике. Вселенная Марвел отдыхает. Простите, DC. Раньше я проводил трехдневные марафоны здоровья один раз в месяц. Теперь я принял решение сократить количество дней с трех до двух. Но проводить такие сеансы еженедельно. Так появился марафон антиковид. Новый формат марафона здоровья. Разумеется, на нем вы сможете вылечиваться не только от этого вируса, но и от множества других заболеваний. Пф, никто и не сомневается. Ну, кроме тех глупых врачей, которые никогда никаких гарантий не дают. А Дмитрий дает. Молодец, Дмитрий. Стоимость участия 2900 рублей. Действует скидка 50% для пенсионеров стран СНГ. Ммм, даже для пенсионеров скидка? Ну не лапочка ли? У меня нет ковида. Хотел для профилактики. Это работает и сколько надо сеансов. Работает однозначно. От многих заболеваний. Вот однозначно точно. Да, конечно, записывайтесь. Хуже точно не будет. Наверное. Вот, лучше точно не будет. По своему опыту скажу. Любое заболевание связано с отношениями. Потому что болезнь – следствие нашего психоэмоционального состояния. Следствие реакции нашего организма на ту или иную эмоцию. А вы сомневались, что здесь мы найдем подобные посты? Вот понимаете, любое заболевание. Никаких сомнений. Вот точно. Зуб даю. Или не даю. Я создаю вокруг себя мощное магнетическое поле. Даже просто общаясь с людьми на вебинарах и прямых эфирах, я вхожу в их подсознание. С моей силой, моими энергиями они получают чувство защищенности, которое помогает в исцелении. Всего за тысячу рублей чувство защищенности. Господа, ну надо брать. Срочно. По-моему, в мое подсознание кто-то вошел. Очень надеюсь, что это не Дмитрий Раевский. По вашим многочисленным просьбам, мы решили предоставить возможность получить запись конференции «Излечи неизлечимая 3.0 всем желающим». Чтобы приобрести конференцию в записи, пишите мне в личные сообщения. Такая уникальная информация должна быть у каждого. У каждого. Но только за отдельную плату. Да, добрый доктор еще и с онкологией борется. Спасибо, что разрешили больным ракам приобрести вашу конференцию. Большое человеческое спасибо. Многие из вас пишут, поднимают вопрос стоимости программы. Давайте разберемся. Ну давайте. Наши участники получали результат равный химио- или радиотерапии, без побочных эффектов. В мире такого вообще нет. А если бы было, то поверьте, стоило бы очень дорого. Понимаете, человек обещает больным ракам эффект химиотерапии, но без каких-либо побочных эффектов. Ну не молодец ли? Это состояние легкого транса, которое я называю базовым. На групповых сеансах я погружаю вас в него. В этом состоянии человек способен находить в своем теле психосоматические блоки и выталкивать их наружу. Что там с 12-летней Таней было? Сначала вышла черепаха или сущность в виде гномика? Да чего там блоки выталкивать? Го в будущее нырнем. Привет, друзья. Меня зовут Рота Василий. Я врач-психотерапевт. 2 июля мы будем с вами работать по уникальной технологии ГРОУ, которая позволяет занырнуть в будущее прожить его. А вы уже в будущее занырнули? А пока вы туда-сюда ныряете, вот вам информация для размышления. У Чудо-доктора 1 миллион 300 тысяч подписчиков. В общем-то на этом ролик можно было бы и закончить. Вы могли грешным делом подумать, что такое чудо-специалист в нашей стране, да что в стране, в мире, один, кто людей буквально за 2 дня способен от коронавируса излечить. Но нет, протухшие, потухшие звезды 90-х тоже не отстают. Не все же про солнышко в руках 20 лет распевать? Да, я про тебя, Саша Зверева, говорю. Напиши мне в WhatsApp, расскажу, как ставлю свою семью на ноги с ковидом натуральными средствами за 2 дня. Проблем-то 2 дня и все. Но не волнуйтесь, Саша и со своими подписчиками, ну промокодиком на iHerb поделится. Вот с прививками Александра так легко справиться не может. Печалька. Я уже как-то рассказывал об ужасных кровотечениях Саши. И вот они все не останавливаются и не останавливаются. Как она еще от потери крови-то не погибла? Помните, я писала недавно, что избегаю близкого контакта с привитыми? Так вот, я не знала, что люди, с которыми я близко общалась, были свежепривиты спутником, пока не слегла в Орландо с кровотечением, которое не прекращается. Если это просто месячные, то я бы уже сдохла, если бы у меня такие месячные шли по жизни. Я свой организм знаю наизусть, и таких совпадений не бывает. Дорогие здоровые женщины, кто выбрал не ставить над собой эксперимент, пожалуйста, не молчите. Пока мы молчим, не делимся, списываем все на совпадения, это так и будет нормальным. И мы совсем не знаем, к чему это все приведет. Пишите мне, кто испытывал изменения в характере менструальных кровотечений после контакта с привитыми в течение двух недель. Кстати, с тех пор, как я больше не контактировала со свежепривитыми спутником людьми, мои месячные абсолютно нормализовались. Из чего я делаю вывод. Этот токсичный спайбелок люди выделяют около двух недель после прививки. А вот у меня от подобного бреда начинает голова болеть. И кровь из глаз сочится. Значит ли это, что все подобные антипрививочники токсичны? Радует, что на своих страничках в инстаграме врачи не только правду о медицине расскажут. Это само собой, другого не ждешь. Но и на реальную историю глаза откроют. Поднимите мне веки. Вот, например, Борис Гринблат этим очень активно занимается. Ну, в перерывах между лечением рака есть у них такая особенность. Любят они рак лечить. Питер античный город. После потопа конца 17 века он был затоплен. При Пётре он стал выходить из воды. И тот начал его реставрировать. Это если кратко. Если бы я такое сказанул, моя карьера прямо в тот же момент бы закончилась. А Гринблат ничего. Только новых подписчиков приобретает. Ну, глаза же открывает. Еще каких-то 300 лет назад была единая мировая цивилизация с единым языком, архитектурой и такими высокими технологиями, что мы до сих пор не можем их объяснить. Это точно. Вот этот кусок текста мы явно объяснить не в состоянии. Но люди все равно несут деньги. По подсчетам утопленных и разрушенных городов можно судить о том, что население было равно десяткам миллиардов. Все это не оставляло достаточно места для маневра темным. Участвовали ли они в глобальной катастрофе конца 17 века плюс затяжной катастрофе 19 века или просто ею воспользовались, мы пока не знаем. Однако, то, что их контроль над миром относительно недавний и, соответственно, не может рассматриваться как что-то неизменное. И тысячи лайков под этим постом. Вот оно, самое лучшее образование в мире. У нас девочка в Волгограде недавно умерла от укуса собаки. Родители не обратились в больницу. А собака была бешеная. Значит, причина была другая. Бешенства нет. Вот оно что, бешенства нет. Спасибо огромное за ваш труд. Каждое слово отзывается. Жаль, что я раньше не знала этой информации и все мои дети привитые. Подскажите, пожалуйста, про столбняк. Можно и эту прививку не делать? Так ли столбняк опасен, как там официальная медицина рассказывает? Не нужно. Достаточно хорошо обработать рану. У этого специалиста сто тысяч подписчиков. В том числе и те, кто в этом году рвется в депутаты. Интересно, тоже бешенство с историей отрицают? Меня не столько удивляют эти целители всего и вся, сколько их подписчики. Я не знаю, что эти врачи-грачи запихнули в свои таблетки и вакцины. Что? Литий и соду посоветую чувака из интернета глотать? Ну, другое дело. Здесь же все понятно. Блогер плохого не посоветует. Хотел бы вам поподробнее рассказать о литии, который я рекомендую потреблять для защелачивания организма. Литий не только способствует защелачиванию, но является одним из эффективных средств укрепления нервных тканей. Можно ли употреблять во время химиотерапии? Можно. Да чего можно? Нужно. Зря, что ли, человек ссылку на интернет-магазин оставил. Просто напишите слово литий в комментариях и с вами свяжутся. Напишите в комментариях слово литий, если вы досмотрели до этого момента и считаете... Ничего уже не считаете. Если ваш мозг уже просто телепортировался в масло. Исчерпывающие исследования о действии лития на организм человека были проведены Еленой Рерих более 70 лет назад. Мне вот просто интересно, а подписчики этого уважаемого доктора Вообще знают, кто такая Елена Рерих и что она никакого отношения к медицине не имеет? Ну и кроме того, я надеюсь, эти самые подписчики догадываются, для чего в принципе литий-то применяют обычно. Ну, в любом случае, это же не фарма-мафия. Если вам понравилось это видео, обязательно поддержите меня лайком. Кроме того, не забывайте про подписку, колокольчик, комментарий. Огромное спасибо всем, кто является спонсором этого канала. Ну а я встречусь с вами уже на следующей неделе в понедельник. 17.00 по Москве в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи.